В доме всех орловских семей, то есть в семейном МФЦ, и собрали победителей. Месяц длился прием заявок, потом столько же принимали решения. Победители этого этапа примут участие во всероссийском конкурсе. Там тоже найдут лучшие семьи, и их истории по полной странице почетной книги «Семья года России 2023 год». Писать в эти золотые страницы биографию своей семьи могут погребные, лучшие на селе. Приехали они из Ктенецкого района. Татьяна и Виктор вместе уже 12 лет и воспитывают двух дочерей. У нас дом, есть хозяйство, муж очень любит пчелами заниматься. В полном составе, а это 8 человек, прибыли и серединские, многодетная семья. Вела родителей медицином, она же заинтересовала и старшего сына, будущего сосудистого хирурга. Я посмотрела их портфолио, удивительные, замечательные семьи. Самая молодая здесь семья Ветровых, ей всего 6 лет. И, кстати, пара уже многодетная, воспитывает троих сыновей. Они будущие боксеры или футболисты, или, быть может, гимнасты. Интерес к спорту только просыпается, а родители поддерживают это и водят на тренировки. Потому что смотрим именно по особенностям ребенка. Старший, к примеру, еще и рисует. Обычным графитовым грифелем он воплощает придуманные сюжеты. А когда взрослые в отпуске, а дети на каникулах, семья отправляется на отдых. Мальчишкам планируют показать разные города и страны. Мы всегда едем с семьей. На нас всегда даже удивляются. Ой, ну тяжело, трое деток. Но все равно мы стараемся. Если отдых, то обязательно отдых семейный. Особенно ценятся в семье фотокниги. Екатерина уверена, такие снимки должны жить. Нет, вот это Тёма. А это кто? Это ты. По одному из образований женщина-фотограф. И своей работой она помогла воплотить в Орлееве российский патриотический проект Жены Героев. 18 пронзительных портретов Екатерина увидела через объектив своей камеры. И жизнь этого проекта продолжается. Екатерина Головина, Арина Волкова, телеканал Первый областной.